Я не согласна с тезисом, что мудрость приходит с возрастом. Чем старше, тем мудрее. По этому поводу у меня есть субъективное мнение. Как говорил Сократ, мудрость – это когда ты знаешь, что ничего не знаешь. Примитивно, но факт. Вот я нашла одну теорию Моники Ардал, профессора социологии университета Флориды. Теория называется Фриди – теория мудрости. Как оказывается, очень многие психологи тоже интересуются вопросом мудрости в Европе. Она считает, что мудрость – это совокупность различных аспектов, что в принципе понятно. И она выделяет три аспекта. Первый аспект – это когнитивный аспект. Это когда ты понимаешь о мире, много понимаешь о мире, и в то же время ты стремишься понимать и знать о мире. Второй аспект – это рефлективный аспект, когда ты смотришь на окружающее, что происходит в жизни, с различных точек зрения. То есть не узко, не придерживаешься только одного какого-то мнения, но учитываешь различные взгляды и точки зрения. И третье – это когда ты любишь окружающее без каких-либо условий. Ну вот такая теория. Безусловно, что теорий сейчас существует очень много, но я считаю, тут еще такой момент. Безусловно, что мудрость приходит с возрастом, потому что мы накапливаем больше опыта, понимания, мы больше осознаем. Но опять-таки и дети для своего возраста могут быть достаточно мудрыми, и взрослые могут быть достаточно мудрыми для своего возраста, и культурного аспекта. Тут еще такой момент. То, что в Европе мы будем считать мудростью, на Востоке это не будет являться мудростью. Так что с учетом того, что мы сейчас говорим про мудрость, это все взаимосвязано с тем местом, где мы живем, с, безусловно, твоим каким-то экономическо-социальным статусом. Таким образом, мудрость не только приходит с возрастом. Безусловно, она приходит с возрастом, потому что мы накапливаем больше какого-то опыта. Но тут еще основной момент. Вопрос мудрым человеком, может быть, только человек, который хочет быть мудрым, если этому действительно очень надо. Поэтому мудрость это не в возрасте. Мудрость это о том, что человек хочет, как человек хочет, где он это хочет. Таким образом, и ребенок может быть мудрый. У меня дети очень мудрые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...